Субтитры создавал DimaTorzok 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 Меня и крестили здесь, в Воскресенском соборе, в Асташкове Тогда я не знала, что на Селегире есть еще один небольшой монастырь, укрытый от мира деревьями и водой, расположенный на полуострове Житном Один добрый знакомый посоветовал съездить, посмотри, может, фильм снимешь О них мало кто знает, а они очень нуждаются в помощи Так я попала в Богородицкий жительный женский монастырь Поначалу показалось странный какой-то монастырь, монахинь не видно, зато много детей Больше похоже на детский дом, где вместе живут дети и родители Встретила нас настоятельница монастыря и в имени Елисавета Я знала, что где-то на Селегире есть обитель такая, не вылазь здесь никогда Но хотелось глазочком заглянуть, хоть узнать, что тут Но как-то вот не складывалось А потом, когда я сюда приехала, я поняла, что я приехала к Нилу Столобенскому На ту землю, где он начальник Когда монастырь отдали церкви, когда здесь завод, бывший здесь, закончил свое существование Бывший маслозавод, то монастырь забрали И по послушанию владыка благословил сюда приехать на развале, участвовать в возрождении этой обители Архиепископ Тверской и Кашинский Виктор очень любят посещать жительный монастырь И во многом ему помогает Мы никогда не помышляли, что здесь будут дети Мы пришли сюда, монастырь был очень сильно порушен Даже жить было негде Мы жили первые полгода на квартире Ну, Господь милостив Стали появляться люди Помогли нам отремонтировать наш небольшой жилой корпус Немного отремонтировать храм И мы вошли на территорию, очень обрадовались Думаем, жизнь наша налаживается Вот и монашеская жизнь выстраивается Но проходит совсем немного времени И вдруг на пороге появляются две девчонки Такие маленькие, хорошенькие, но неухоженные Необласканные, видно Попросили поработать Видим, голодные Поработали Пообедали Уходить не хочется И так они и остались у нас жить Приходят дети У которых сложилась тяжелая судьба Ну, как правило, это из-за духовной болезни родителей Из-за того, что мама постигла болезнь винопития И она из этой ситуации сама выйти не может И вот так наш опыт сложился Что чаще всего мама и дети остаются здесь вместе Потому как мы забираем иногда детей Вот А мама остается в городе И от того, что попечение детей Она освобождается от попечения от своих деток Она может еще больше упасть У нее больше появляется Ну, свободного времени Там меньше забот И уже по наклонной жизни катится стремительней И вот эти случаи были Когда ребенок приходит А потом приходит сюда мама Отекшая Больная В буквальном смысле этого слова А ребенок кидается к ней на шее Мамочка, мама, матушка Это моя мама Мама, матушка Можно маму покушать? Там другой раз Матушка А можно она на праздник придет? И вот она на праздник приходит Ее сажает Она ее рядом Маму Подкладывает ей сладости Вкусности всякие А потом понимаем, что С мамой беда И вот говорим с ней И вот у нас эти случаи вот были И мамы Вот уже три таких случая было Когда мамы оставались Оставались здесь Трудились вместе с нами Лечили мы их Мы лечили у специалиста Нарколога Лечили Под наблюдением нарколога Лечили от этого недуга И Ну Бывали случаи потом срывов Но есть случаи И положительные Когда мамы выправляются И идут работать И все Вот складывается Коляска Катала Соню Деревню очень тяжело С тремя Зарклаты очень маленькие Как бы А здесь и школа Они под присмотром Там ты на работу уйдешь Там ты уходишь на работу Они считай брошенные А здесь они под присмотром И все учатся делать И слава богу за все Есть конечно вот И семьи Которые глубоко верующие Которые живут в монастыре Их конечно побудило Прийти сюда Отсутствие школы Вот у нас живет семья Демидовых Алла с детками Живут при монастыре Алла трудится Детки учатся У них в селе Очень далеко школа И они вот Проживают у нас И нам Большая помощь И семье этой польза Всего во славу Божию Многое блага этого Я очень благодарна мамам Которые живут здесь Мы помогли им А они помогают нам Спаси их Господи Основная конечно задача Чтобы ребенок вырос Чтобы у него был стержень Чтобы вот он Где бы он ни жил Но он Жил по Божьей правде Жил в любви Нельзя на маму говорить плохо Нельзя родителей своих порочить Потом сама девочка Стала матерью И стала любящей матерью И видя даже маминой ошибки Чтобы она знала глубину Этой ямы И сама боялась ступить Для этого здесь Они живут Они учатся молиться Живут в среде Где нет конечно Таких поступков Какие они видели в миру Нет там драк Ругани Они живут в другой ситуации А может быть кто-то из них Выберет и путь духовный Может быть кто-то из них И захочет служить Богу Мы не давлеем Пусть ребенок Когда станет взрослым Он сам выберет Вот он закончит Учебное заведение И у него будет выбор Строить жизнь в миру Или оставаться в монастыре Но это только сам ребенок Должен выбрать Я хочу стать актрисой Ну помогаю здесь Ну цветы поливать Сажала вот весной Ну на трапезной помогаю Там накрывать Мыть посуду За кошками ухаживаю За собаками За кивиком Когда вопрос Уберу И храм убирай У меня послушание такое Для меня Россия Белые березы Для меня Россия Утренние розы Для меня Россия Ты всего доброе Здесь очень красиво Здесь красиво Так красиво Это редкая красота Такая истинная Такая красота России Здесь Такой уголок России Отчий дом Тут У меня мама привезла Я еще до этого монастыря Была в другом монастыре Мы были неправославные Мы верили в Будду Ну это мама у меня верила Я сама не знала В кого я верила Потом она вроде бы Как поверила в православие У нее что-то в жизни Не складывалось Маме посоветовали Пойти в монастырь Два года я пожила с мамой Потом она уехала Как-то так получилось И через какое-то время Я попала сюда Я не знаю Может быть я даже Не буду ее искать Потому что Хочу сама сложить Свою жизнь Чтобы мне не мешали И я думаю Что я буду хорошей мамой И к ребенку относиться С любовью Ну и строгостью Чтобы держать в рамках его Вот Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ А сироты у вас есть? Есть сироты. Есть Машенька, она сирота круглая, у нее нет папы и мамы. Она сама уже подросла, она как дитя, конечно, она выросла в детском доме, и она молоденькая, и она не так к жизни приспособлена, не так она умеет, она не семейная девочка. Ну, так получилось, что у нее родился маленький ребеночек, ну, без мужа родился маленький ребеночек, а поскольку нет ни папы, ни мамы, ей просто некуда было сломить их. С мамой, а мама на ручках ее. На ручках ее как? Вот так вот попробуй. Матушка меня приняла сюда с Машенькой, и мы тут живем, вот нам тут нравится, тут много детишек, и Маша развивается, вот. Я закончила здесь 11 классов, ну, то, что не закончила в Москве, не смогла, здесь закончила. Мне помогла матушка, учителя все, тут добрые учителя, ну, много хороших людей окружает. В основном здесь благодать чувствуется, потому что здесь монастырь в Дегитре Смоленской Божьей Матери. Мы здесь молимся, у нас разные ставим спектакли, на Рождество, на Пасху. Мы здесь сдружились, у меня много ничего научились здесь. Тут очень много добрых людей, хороших, помогли, мы начали помогать. В Москве тяжело поднимать ребенка на ноги, одной. Ну, как Бог даст там, пошлет хорошего человека, будет все нормально. А может, передумаю, останусь в монастыре, может, жить. Я училась в школе, я заканчивала 10 класс, и я узнала, что я беременна. Мне мама с детства внушила, что аборты делать нельзя, и что это убийство, что это большой грех. Я это понимала, и, конечно, все-таки очень тяжело было носить в себе, молчать, не говорить, что я беременна. Но я узнала о том, что есть такой монастырь, Богородицкий жительный монастырь. И как раз были каникулы, мы приехали с ним в монастырь. Я пошла на беседу к матушке, мы вместе с мамой пошли. Это был для меня очень тяжелый разговор, конечно, я плакала. Ну, уходила я оттуда с облегченным сердцем. И уже твердо приняла для себя решение, что своего ребенка я рожу здесь. Здесь я закончила благополучно, окончила 11 класс. Сейчас я учусь в Тверском государственном университете. Параллельно с этим учусь в училище здесь же. Учусь я на педагога. Конечно, я хотела бы в будущем создать свою семью. Хотелось бы, чтобы был хороший муж. Православный, добрый, любящий. Чтобы был честный. И чтобы, конечно, любил моего ребенка. И, конечно, от всего сердца мне бы хотелось поблагодарить нашу матушку, Игумену Елизавету, без участия которой Я бы не достигла бы и маленькой толики того, что я уже имею. Большое спасибо моей маме, которая поняла, простила меня И поддержала меня в трудную минуту. Она жила со мной в течение всей моей беременности. И вот практически до первого дня рождения моей дочки. Порой мы бываем очень жестокие и не видим, какую боль мы причиняем своим родным и близким. Прости меня, маму. Насколько я знаю, дети, вышедшие из детского дома, не приспособлены к жизни. Они ничего не умеют. Не готовить, не убирать, не шить, не вязать. Ничего. Они часто оказываются выброшенными на улицу, совершенно неподготовленными к жизни. Как вы к этому относитесь? Как вы это исправляете? Мы тоже исправлялись. Мы тоже сначала, когда дети начали жить, у нас система, мы к этому были не готовы. Но Матушка Богородица их по одному стала к нам приводить. И мы столкнулись. Там вот у них школа, уроки, ужин, сон. И потом вдруг мы понимаем, у нас какой-то перекос получается. Понимаем, что мы опять ребенок раст... Вдруг мы смотрим, там ребенок сапоги, порвалась молния, он раз их и выкинул. Почему? А они плохие. Почему? Их же можно зашить. А ребенок или там порвалось платье, можно за платочку поставить. Нет, дайте мне новое. И тогда мы поняли, что надо и учить, учить стирать, нужно учить готовить, нужно учить убирать. Научить себя жизненным навыкам, как учит родная мама ребенка. Как ребенок растет в семье и с мамой там подметает с ней, с мамой стирает, гладит белье около мамы. Это в нормальной семье. Там пекут с мамочкой пирожки, и они к празднику готовятся. И мы потом перестроились и действительно вот так вот по семейному типу так стали жить. А голову Аня отрезать? Нет. Нет, это чисто. И потом брюху распарывать. Может потом это рыбь. А плавники? Ничего не надо срезать. Она должна быть в таком же виде, в каком-то и вливании. Какой-то без песок. Все. Какой-то без песок. Какой-то без песок. Если даже они не станут семейными людьми, если даже они станут монахинями, а монахиня должна всеми навыками владеть, она это воин Христов. А воин Христов должен быть, все должен иметь, он должен быть подготовлен. Здесь, в монастыре, я научилась вышивать крестом, мне очень это нравится. Когда мне Маша спит там или вот с ней гуляет, девочки, я нахожу время и вышиваю. Эти картины я дарю друзьям. И своей крестную икону вышивала недавно Георгий Попедоноса. Потом Божья Матерь вышивала. Я люблю рисовать. Всякие горшочки я рисовала, кружечки, блюдцы. Ну и на выставку отправляли это. У меня много грамот, дипломов есть. Сама я выучилась на портную швия, третий разряд. Девочки все, конечно, работают. Они все умеют делать. У нас подворье два. А на подворье тоже отправляют по очереди детей. Они все там тоже делают. Одно подворье у нас такое богатое хозяйство. У нас там козочки, даже коровушки пожертвовали нам нынче. Пчелы, куры, утки, гуси, цесарки. Это как кролики. Это у нас такое там хозяйство. Вот теперь у меня получается. Вот эта система, она просто должна быть очень продуманной. Нужно всецело к ней подходить. И подсобные хозяйства есть. Детки дежурят на трапезной, там готовят. Если она войдет в семью, то она должна все уметь. И она должна уметь строить свою жизнь вокруг себя. Все накормлены, дети столы помоют и все делают. Дежурят по очереди на трапезной. Дети, дети все дети. Музыка у нас, музыка занимается. А концерты какие дают. У нас одна вот швея, она очень хорошо шьет такие костюмы. Вы, наверное, видали это изумительный. А 65 лет, когда был победный в Германии, этим маленьким пошили костюмы. Это надо их видеть, с каким они восторгом выступали. Это очень красиво. Красиво. Ладыка любит такие концерты старинные. Так что они работают. А что дальше будет, как образуются они, как им устроится там жизнь. Не знаю, не знаю. Дай Бог. Ну, во всяком случае, Бога они не забудут. Это все будет светло-зелено. Ты видишь, там трапка, то она такая. Потом добавляет. Ну, поднимай верху, поднимай. Так, прямо по стволу. Ты же определил контур карандашом. Так, вверх по стволу. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, отлично. Одна сторона будет светлая, другая чуть-чуть потемнее. А эта потемнее будет. Так, сверху. Вот так хорошо получат. Ну, это травка? Да. Это травка ваша? Она очень длинная. Камни, ты видишь? Очень длинная. Солочные. Солочные. Да, вот,Too. Ну, их глазок начинал. Точно. Солочные. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Диме хорошие, Диме добрые! Всякое дыхание дохвалит Господа! 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 Дыхание дохвалит Господа! Всякое дыхание дохвалит Господа! Дыхание дохвалит Господа! Всякое дыхание дохвалит Господа! Всякое дыхание дохвалит Господа! Всякое дыхание дохвалит Господа! Дима и есть мама! Но она не самостоятельная! У нее сердце неплохое! Но это грех видопития! Он существует в России! И женщины тяжело от него излечиваются! Есть такое! В какой-то период она приехала к нам в монастырь! И уехала, а Диму не забрала! Мы, конечно, сначала растерялись! Помогли врачи! Помогли учителя! Мы, в общем-то, решили, что не надо ее искать! А надо подумать, куда определить мальчика! Съездили туда, где он родился! Свидетельство о рождении обвели! К нам приехала одна женщина с маленьким мальчиком! Так сложились обстоятельства, что не было жилья на тот момент! И она стала жить у нас в монастырье! Женщина такая благополучная! А у мальчика была задержка речи! И плохо мальчик говорил, сильно заикался! И Дима привязался к этому мальчику! Как-то он его полюбил! А мальчик тоже как братик воспринял! Эта женщина живет у нас в монастыре! Она взяла его к себе в келью, Диму! И воспитывает его как сына! И вот прошли годы! Дима не говорил ничего! Он говорил, дай! Нет! Здесь болеет бобо! Как годовалый ребенок! Он говорил так! Ничего не мог объяснить! От него никто ничего не понимал! И еще он был настолько не устроен! Вот он просто... Ну, никаких не навыков жизненных! Ничего! Он не одеваться не мог! Не знал он ни кран с водой, ни туалет, ничего! Он этого совершенно не понимал! Он просто вот как на улице котенок бегает! Вот! И так же такой... Димка такой был у нас! Прошло какое-то время! Вот он живет, живет! Наташа с ними занимается! В храм его водит! Причащается! Он каждую неделю! Вдруг я смотрю однажды в храме! Димочка стоит! Достал из кармана платок! Вытер нос! И положил платок обратно! И я поняла, что очень много произошло за это время! Потому что речь шла об элементарном! Чтобы ребенок умел просто стоять на месте! А писать это трудно! Он очень мальчик несчастный был! К нам однажды приехал из Москвы врач-невролог! Пожил у нас пару дней! И говорит! Матушка! А у вас в монастыре произошло чудо! Я говорю! Какой? Он мне говорит! Диме на развитие на таком уровне было невозможно! Потому что родовая травма! Алкоголизм родителей! Развитие его могло быть только до определенного предела какого-то! Но вот у нас во славу Божию живет! Дай Бог! Конечно, дай Бог, чтобы развивался Димочка! Димочка! Благословящий Господа, ой, в воскресенье Его, простят Его при Тепе, святую смерть у нас души. Меня зовут Карина. Я попала в монастырь из-за того, что я перестала думать о своей семье, о маме. Забросила школу. Мне хотелось больше гулять. Мне не хватало общения. Я связалась с компанией, попала в милицию на учет. И потом нашлись те люди, которые смогли помочь моей маме. Нашлись те люди, которые предложили маме монастырь. На самом деле я очень благодарна, что я сюда попала тем людям, которых я здесь увидела. В первую очередь, конечно, матушке и маме своей. Я готова сказать огромное спасибо за то, что они мне помогли, вытащили меня из того болота, в которое я попала. Я очень рада, что я здесь живу. Живу я тут уже почти год. Учусь, закончила седьмой класс. Хотела бы доучиться тут, закончить школу и пойти в Осташковский техникум ветеринарный, отучиться на ветеринара. И когда у меня будут свои дети, хотела бы их обязательно привезти сюда, потому что это место просто сказочное. Я никогда не ходила в церковь, ходила просто, чтобы поставить свечку. А сейчас я стала веровать, начала стоять на службе, молиться. Стала больше своей головой думать о том, как жить дальше и что мне нужно от этой жизни. Мама иногда забирает, но все равно я сюда приезжаю с большой любовью, теплотой, потому что мне это место очень дорого. Сейчас много молодежи отзывается о монастыре не в очень хорошем мнении. Я тоже в такой ситуации была, но когда я сюда попала, я поняла, что это на самом деле не так. И я многим советую. Перед тем, как сказать, надо посмотреть, про что ты говоришь и как на самом деле это. То есть это не так, как говорят все. Это так, как ты видишь. Я поставила себе цель, что я отсюда, если из Осташкова закончу школу и уйду из монастыря, я все равно буду жить рядом с монастырем в городе Осташков, где находится монастырь. Буду учиться тут и жить, скорее всего, тоже тут. И я бы хотела даже, на самом деле, чтобы моя семья была верующая. То есть раньше я на это не очень обращала внимания, а сейчас я поняла и включила свою голову. То, что хочется верующую семью, чтобы дети с детского возраста привыкали к этому, привозить их сюда, познакомить с сестрами, с матушкой, чтобы им тоже было хорошо, чтобы они поняли, как это здорово. Здесь я многому научилась. Я научилась петь, я научилась рисовать, я научилась вышивать. И самое главное, я научилась работать и отзываться о людях по-доброму. Плывет святая ночь незримо, совершая мир от хоржества, и словословит хирургимы, младенца Бога, Рождество. Песня «Стурка» Песня «Стурка» Песня «Стурка» Настоятельницу монастыря постригли в монашество с именем Елисаветы Федоровны Романовой. Матушка Елисавета, как и ее небесная покровительница, посвятила свою жизнь сиротам и покинутым детям, которых так много сегодня в России. Недалеко от монастыря Елисаветинское подворье. Здесь на пожертвование добрых людей построен храм во имя великомученицы Елисавета Федоровны и инвикини Варвары. Сегодня архиепископ Тверской и Кашинский Виктор освящает престол в новом храме. Песня «Стурка» Песня «Стурка» После службы состоялось освящение памятника княгине Елисавете Федоровне. Песня «Стурка» Песня «Стурка» Песня «Стурка» Детей нельзя лишать радости детства. Мы, конечно, хотим создать и деткам тоже, чтобы у них были детские воспоминания, чтобы они были счастливы. Мы их возим в цирк, мы их возим в театр, в парк на разные аттракционы. Ну а летом, конечно, они всегда у нас купаются на озере. Мы заботимся, чтобы у нас была хорошая детская фильмотека, чтобы у них были хорошие, добрые игрушки, чтобы они об игрушках заботились, любили их, жалели, чтобы они росли как дома. Монастырь наш маленький. Территория маленькая у нас, сестры молоденькие, дети маленькие. И школа у нас очень маленькая. Мы учимся при апархиальной школе, а преподают у нас здесь городские учителя, очень добрые люди, очень хорошие специалисты, настоящие матери. Работают они у нас во славу Божию. Я им земно кланяюсь за их труды. Главное, чаще всего сказано, вырошусь. Так, номинование. Поменяйте. Продолжение следует. Однажды приснился такой сон, что у меня на руках, на пальцах сидят цыплятки. И маленькие вцепились в пальцы своими коготочками. Их много, они на всех пальцах сидят. И кто-то из рядом стоящих людей говорит, ты зачем набрала инкубаторских? А я говорю, они вырастут, большие, как страусы. Ну, он такой был сон достаточно яркий. Я проснулась, как-то он такой умилительный такой. Улыбнулась себе. И с той поры как-то вот началась такая у нас другая жизнь. У нас Господь нам дал послушание, воспитательное такое. Ну, и мы стали мамами, наседками. Вот у нас завелись цыплята. За заставой городской На границе с суетой Отрешившись от мирских запон От нескромных взоров скрыт, Но для всех всегда открыт. Ревний остров Монастырь живет Тем, кто стремился ввысь И надеется спастись Равнодушный мир Не даст руки С этим миром Что делить? Видно так кому и быть Любой идут Не только Скорики И все тихо на берегу Не видать никого Отреш Только тенью На снегу Промоздится Тяжелый крест Он молитвою Детский путь Удержим На ветру Стоит И духовная Брань За Русь Снова в юных Сердцах горит Миру даже И не в домек Что молитвенная Свеча Этот пламени Этот пламени Мотылек Держит мир На своих Плечах Я гляжу Я гляжу на маленькую Машу И думаю Ведь ее могло не быть Не приди сюда Беременная мама Ее приютили Уговорили Оставить ребенка И теперь Помогают Растить Девочку Я смотрю на Дину Который был Маленьким дикарем И понимаю Что любовь Сотворила чудо Я смотрю на Нему Которая Десять лет Ждет маму И знаю Что она никогда Не бросит Своего ребенка Я смотрю на них Всех И понимаю Что это правда Выше закона Только любовь Выше права Милость И выше справедливости Лишь прощение И нет предела Милосердию Я покидаю монастырь Где познакомилась С матушкой Лисаветой С сестрами С детьми Я уезжаю Со странным чувством Что здесь На маленьком полуострове Рождается надежда И вера в будущее Милосердия 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 И ступни И ступни Милосердия И ступни Милосердия Милосердия ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ